В начале 90-х начался кризис рынка мэнфреймов. В марте 91-го года Стюарт Олсоп написал в Infoworld «Я предсказываю, что отключение последнего мэнфрейма произойдет 15 марта 1996 года». IBM была раздроблена и дезинтегрирована. Работники демотивированы, а средства уходили с молниеносной скоростью. В 93-м году возглавить IBM был приглашен Лу Герстнер. Придя в IBM, Герстнер столкнулся с доминированием в структуре продаж товаров, но не услуг, что грозило сокращением доходов всех подразделений. IBM пересмотрела свои приоритеты, исходя из интересов покупателей. Лу дал команду не возвращаться без плана агрессивного снижения цен. Команда направления мэнфрейма предложила совершенно новую архитектуру для System 390. Технологические чародеи из лабораторий в Европе и США, осуществившие этот проект, имеют полное право называться «Героями новой IBM». На протяжении следующих лет ежегодный рост продаж мэнфреймов составлял от 30 до 60%. Это вернуло былую славу IBM, которую в США считают национальным достоянием. Субтитры создавал DimaTorzok